приветствую дорогие друзья у нас на skype связи тарас черновил добрый день тарас пчелович здравствуйте день не знаю добрый ли но точно веселенький сегодняшнее событие председатель национальной полиции игорь клеменко и глава мвд денис монастырский провели брифинг связи с обстрелом машины шефира назвали три основные версии которые рассматривает национальная полиция значит первая версия это связи с государственной деятельностью 2 с целью давления на высшее руководство государства 3 версия с целью дестабилизации политической ситуации в том числе рассматривается версия участием спецслужб иностранных государств так моском где-то версии иностранных спецслужб при частности иностранных спецслужб наши правоохранители упомянули ну и и все равно на фоне заявления самого зеленского и тем более офиса президента это более-менее еще объективно потому что зеленский видеобращение из нью-йорка в соцсетях заявил сразу после выступления на ген ассамблее он я отправляюсь столицу кто за этим стоит скажу откровенно не знаю пока какие это силы могут быть внутренние или внешние но для меня я не считаю их силой потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга это слабость а вот ответ будет сильным сказал зеленский ну и в это же время в офисе президента это покушение за уши притягивают к попытке противодействия принятию закона об олигархах там заявили что нападение на шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды что связано с борьбой против олигархов и под это заявление офиса президента зеленые помойки разгоняют версию что шефиру прилетела от порошенко и здесь появляется вопрос ну выглядит очень странно когда руководители страны которую ежедневно обстреливает враг покушение на себя подозревают не крем или нисколько кремль а лидера оппозиции трассу человек ну давайте так то что произошло с шефиром и эти версии меня удивляет только одно что там еще нет в этих версиях такого пункта что исходя из величия арийской на расы в мотивах там националистической шовинистических решений прочее то что антоненко выдвигали вот только это добавить и тогда версия уже даже будешь да и такая что там не могут помириться кто стрелял из пулемета а кто подавал патроны оказывается порошенко с разумкова вместе вот такой уже даже отыскали где-то на уровне вот этих обсуждений в зеленых группах давайте вернемся к самому вопросу первые все три версии на мой взгляд не выдерживают абсолютно никакой критики дестабилизация страны нападением на человека влияние которого абсолютно минимальные полгода назад это по крайней мере был хотя бы человек который был вхож в кабинет президента который имел определенное влияние на графики его работы на некоторые другие действия и который противостоял довольно жестко руководителю офиса ермаку сегодня а вы вспомните где-то я уже не скажу точно то ли полгода то ли 4 месяца назад шефир исчез раньше он появлялся в разных скандальных историях какие-то встречи с олигархами какие-то там переговоры какое-то давление протягивания каких-то проектов зеленского прочее 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 и тут он просто исчезает отсутствие шефира во время международной поездки где помощник обязательный там появление в сша скажем или сейчас в нью-йорке то вашингтоне теперь в нью-йорке там заведующего канцелярией вообще-то это сюр не бывает такого чтобы руководитель администрации сопровождал президента на официальные международные визиты а руководитель его службы непосредственно его помощник который должен получать поручение сразу же по определенном направлении их развивать вообще-то должен быть с ним всегда рядом он исчез с окружения владимира зеленского где-то между четырьмя и шестью месяцами назад в это же время появились слухи о том что у них конфликт с ермаком а после этого удалось провести ермаку определенные авантюрки и против шефира и против разумкова и против еще некоторых там своих руков которые ему мешали и шефир был абсолютно удален из сферы принятия решений теперь маленький вопрос кого вы можете дестабилизировать когда вы делаете ну предположим делаете покушение на человека который полностью потерял любые рычаги влияния и остается только формально на своем посту и не что не влияет не на чем что вы не влияет и что вы можете как вы можете давить носово там личность зеленского если вы делаете как бы покушение на его личного врага с которым поругался ну как бы говоря что поругался нет не столько за политику сколько за права на кинопроекты зеленского зеленский свое время переписал на шефира все свои авторские все свои финансовые права а сейчас как бы там поле смеха возникли определенные противодействия и шефир как бы не совсем хочет все назад отступать не совсем хочет согласиться что он был только формальным владельцем он считает что он имеет определенные права а это большие деньги и это кстати деньги за которым тянется российский след а российский след тянет уже на трибунал и потому между шефиром и зеленский было довольно много противоречий противостояний и каким образом убивая скажем шефира можно повредить зеленскому его запугать скорее наоборот я бы выдвигал первую версию именно удаление шефира из политической жизни противостояние его зеленским жесткая ругань которая произошла где-то две недели назад по данным там украинской правды других сайтов и после этого на человека как бы покушение я бы первым пунктом ставил бы возможность именно устранение конкурента со стороны ермака или по поручению зеленского эта версия как бы у них вообще не рассматривается но мы к поговорили как бы как бы могло бы быть если бы было покушение ног а покушение то не было помним советский фильм три мушки тера если бы я стрелял вас мы бы с вами не разговаривали я стрелял в лошадь хотели бы убить убили бы а даже не пробовали давайте так я не совсем разбираюсь там в системе защищенных машин судя с тех того вида что я увидел на фотографиях это как бы не бронированная машина но укрепленные укрепленные там системой от бокового удара очевидная от стрельбы и прочее прочее то есть металл пробивается но дальше он наверное где-то застревет ну как бы из автомата стрелять по такой машине она как бы немножко глупо вообще-то в таких случаях стреляет из гранатомета которых у нас полным полно а террористические структуры отработали гранатометы еще очень очень много десятилетий назад ну стреляли с автомата а дальше смотрим на саму саму сам рисунок этой стрельбы слушайте эта песня я не знаю как они снимали фильмы ну хотя какие фильмы они снимали у ермака там кордон или как он там зовется этот фильм о салатских контрабандистах ну я сумел выдержать 20 минут после этого моего терпения не хватило бездарно у шефира фильмы квартала 95 ну откровенно говорят где-то в этом стиле это на этом уровне вы обратили внимание ни разу ни одного выстрела в стекло стекла если машина не является действительно супер защищенной бронированной стрельба по стеклам она реально опасно если стекла бонированы бронированные на них остался бы след они не пробиваются на след остается следов нет это автомат калашникова он пробивает сталь стекла были бы трещины их нет что это значит стреляли ниже уровня стекол то есть там где нет жизненно важных органов другой момент стреляли только водителя шефир сидит всегда на заднем сиденье как и полагается охраняемому лицу там ни одного пулевого попадения первые там по моему 11 или 12 пуль попали кстати тоже странно попали они ведь идут так вот так вниз и немножко вверх они огибают предполагаемую фигуру водителя гениальнейший хороший стрелок который четко обошел прошел по капоту обошел фигуру водителя остановился машина дальше движется и дальше он открывает огонь уже ниже ниже сиденья назад сзади где сидит шефир и проходит дальше по уровню багажника все выстрел один выстрел где-то там сзади я так понимаю под косой которая не могла попасть шефира то есть выстрелы были сделаны и так чтобы точно не задеть пассажира точно при всех условиях и желательно не задеть водителя а дальше с водителем то есть на шефира покушение не было дальше на водителей что с водителем ну как бы на этом уровне если пули прошили обшивку могли быть ранены только у него ноги только то есть угрозы жизни не было какая реанимация какая к черту реанимация при раненых ногах там травматология там сосудистая может быть хирургия что угодно только не реанимация значит этот водитель с простреленными как бы ногами спокойно проехал больше десяти километров через два села остановился почему-то именно на стоянке возле одного там супермаркета и там как бы к нему вызвали как бы скорую помощь кстати кадров того как выносят водителя фотографии с середины машины где должна была бы быть кровь нет фактов а его госпитализации нет очевидно будет сейчас что это дус что это государство управление делами и фиафании там секретная установка под контролем сбу никаких фактов ничего говорить не будут у меня огромные сомнения что водитель тоже был ранен то есть на самом деле произошла косметически произошел косметический отстрел по машине для изображения как бы покушение покушение не было что было на мой взгляд только две версии заслуживают на реальную возможность на реальную оценку первые пугали шефира для чего разные могут быть обстоятельства первое самое главное очевидно это то что он стал невыгоден ермаку и зеленскому очевидно увольнять шефира как бы не хорошо под видом занятости на других делах он прямо сказал я занимался в последнее время кварталом фильмами квартала я прошу извините меня но он работает государственным чиновником он первый помощник президента это по сути круглосуточная работа он не занимался работой он занимался фильмами квартала кстати еще одно заказательство что он больше не сидит на банковой что он от хранен от своих действий потому что при его посаде невозможно было бы заниматься чем-то другим там просто физически нет времени я знаю как работали над на этом посту левочкин я знаю как работали у премьер-министров помощники это огромнейший объем работы там непрерывно и слежение за всем то есть на самом деле было бы проще всего если бы он сам сейчас написал заявление что он просит его уволить что он уходит поста там из-за перезагрузки там творческой работы и все прочее но очевидно шефир не хочет ему могли намекнуть что ты тебе придется это написать или будет плохо а может быть после увольнения шефир ну решил сыграть в комплекс лераса или в будущем разумкова для раз много говорит после того как разругались а где гарантия что не будет говорить шефир но то что лерас говорит это с третьих рук а у шефира с первых шефир главный контактер зеленского с олигархами самая грязная сфера через шефира шо общак через шефира делались очевидно что через шефира делались взносы в общак партии зеленых за которых покупают там депутатов держат их в узде и все прочее грязнейшая информация абсолютно если шефир хочет часть из нее сказал я думаю ну наверное не ждали бы во всех странах западного мира когда зеленского закончится каденция и санкции международные ордеры на арест быстро бы очень могли появиться так что на самом деле шефир довольно опасен он свидетель очень многих вещей это речь возможно возможно но возможны энергетические фокусы шефир загруз за погряз в энергетических делах да у него на этом основной его бизнес на этом основной заработок да он где-то сотрудничает одета конкурирует с некоторыми олигархами по энергетике возможно ли здесь конфликт в принципе возможно хотя я в этом сомневаюсь в этой версии но месть олигархов за закон против олигархов но это полнейший абсурд двух причин причина первые до шефир главный контактер до шефира мне все встречаются до шефир партнер пусть и не главный не первый не второй не третий но бизнес партнеров по теле индустрии с коломойским с олигархом коломойским шефир не друг но товарищ ахметова ахметов встречается регулярно с разными личностями которые ему нужны и встречался в это доказано журналистом расследователями встречался не один раз шефиром но когда он встречается на своей на частной территории это прямейшее доказательство того что там есть доверие там есть но если не дружба то приятельские отношения ахметов никогда не подпустит ближе к себе человека с которым у него сухие деловые отношения это может быть встреча в ресторане может быть встреча в офисе но не в частных помещениях ахметова это значит что он по сути друг по другим олигархам там меньше информации но тоже сотрудничество было об этом много говорят то есть на самом деле какая резон олигархам что-то делать против шефира более того вот сейчас буквально когда мы пишем выйдет это немножко позже но запись у нас идет и я успел просмотреть интервью разумкова и там вопросе было который разумков как бы молчаливо подтвердил этот вопрос это то что против закона об олигархах выступили в опе двое людей сам разумков который тормозит этот законопроект и шефир которому ну очевидно в ахметова намекнули что ну как бы там закон безвредный у него никакого вреда он никому не несет но репутационно это нехорошо вот ренат леонидович который так много сделал для вашего там лидера он как бы недоволен и шефир эту позицию отстаивал то есть олигархи за кому-то мстят путем нападения на шефира который отстаивал их не интересы он их представителем был офисе президента но это смешно эта версия просто глупейшая до крайности российский след снова же но россияне наверное бы били более-менее прицельно первое они вы просто убили ведь версия давайте я напомним полиции что это была попытка попытка убийства они запугивания но россияне наверное умеют убивать кого они хотели убить того они обычно и убивали в этом случае ну попугать как бы им это надобности нет а самый главный вопрос а зачем шефира шефир один из проводников идей русского мира он очень жестко выступал против украине зации информационного пространства кинопроизводства прочего мы помним его интервью мы помним его заявление они были жесточайшими он жестко отслеживала отстаивал российскую идею очень жестко и вон в этом деле довольно близкий параметр довольно близкий партнер российским представителям зачем делать атаку на своего ну как бы глупо то есть на самом деле все эти версии они абсолютно разваливаются хотели попугать шефира с офиса президента это реально хотели попугать шефира со стороны каких-то олигархов это глупо хотели убить шефира со стороны россии но это как бы никуда не лезет явно он им не враг есть еще один момент кроме запугивания шефира в направлении того чтобы он не составлял проблем для зеленского я вижу еще один вариант который может быть реалистичным что шефира не пугали просто не захотели сами подставляться а нужно было чтоб для маленького фюрера был маленький свой рейхстаг ну даже янукович когда нужно было делать какие-то провокации подставлялся сам там пусть яичная атака или должны были пентболом с него стрелять тогда винофранковске но подставлялся сам зеленский труслив труслив до невозможного и решили подставить я думаю что может быть и в темную ну как бы бывшего друга которого уже не жаль но а какая окончательная цель очень простая маленький большой фюрер 30-х годах подпалил рейхстаг когда у него там не складывалось большинством после этого пересадил всех оппозиционеров там были коммунисты и социал-демократы и независимые и их всех потом очень быстро расстреляли у нас не та система и не тот фюрер маленький фюрер пробует организовать маленький теракт какой фюрер такой и теракт конечном итоге это все уже начали использоваться для имиджевых определенных целей первые поддержать зеленского смотрите на него давит его людей пробует расстрелять тут в украине террор против нас на террор нужно ответить террором кстати советская власть помните было покушение на ленина по моему там каплан и после этого дзержинский объявил вот на это покушение мы должны ответить великим красным террором покушение это по сути не было каплан даже стрелять не могла она вообще не видела она по сути слепая была а на липовое покушение произошел большой террор а большой террор забрал десятки если не сотни тысяч жизней только на этом одном коротком этапе то же самое панируется здесь только совестный террор сейчас начнется оппозиция олигархи враги россия все вместе против нашего президента все спать им со все поддержим найти это хорошо выходит у путина с его идеологии с его страной а у нас это выходит очень смешно и очень гадостно но на алиархических каналах против которых как бы так борется зеленский это сработает но террора он вести не сможет каких-то преследований ему сделать не удастся хотя бы из-за того что провалили вот они эту имитацию полностью и абсолютно до конца но то как начали раскручивать такое впечатление что официальная версия полагалась в том чтобы обвинить врагов которые давят на зеленского что он чего-то не сделал или его пробует запугать но есть еще одна версия и мне она кажется очень и очень важной я не уверен что она была основной сразу но как побочная она может сыграть ключевой эффект я думаю что она могла и подтолкнуть всю ситуацию сейчас дело в том что у нас идет вагнергейт и все могло бы сойти но есть такая безуглая которая увы не блещен интеллектом и направила это дело они думали что все пройдет просто все пошел плохо не удалось в один и одно заседание все скомкать потом появился бурба и все и начались проблемы и это нужно перекрывать потому что в украине тема тоже начала звучать как перекрыть а что может быть лучше мы увидели эффект кто-то сегодня в украине вспоминает вагнергейт никто я вам могу с уверенностью сказать ближайшую неделю никто не вспомнит более того допрос бурбы был прерван именно в тот момент когда он должен быть зацепить особенно болезненные темы для опы и для зеленского об том заседании на котором было решение слить спецоперацию россиянам это было страшное преступление и когда бурба об этом скажет об этом придется как-то заниматься следственной комиссии когда-то приготовиться что им придется сесть в тюрьму за умышленные припрятывание фактов и там в злоупотребление своими должностными возможностями и сейчас тема очень хорошо все никакая без угла и уже никакого бурбу не будет допрашивать ему просто откажут скажут лети к своим родным все не до тебя у нас тут видишь людей президента убивают все прочее все все темы скомканы с этой темы вышли а у нас что мало тем провальная внешняя политика северный поток 2 запустили зеленский ничего не сделал даже не выбил для украины хоть каких-то гарантий встреча с байденом провалено все никаких гарантий ничего только небольшое там количество дополнительной помощи военной от нас скупили с небольшим количеством денег возрастание тарифов другие проблемы и сейчас этих тем больше не существует вот пятьдесят шесть ноль ноль завтра очевидно будут принимать убийственный закон мы о нем вообще разговаривать не будем мы будем говорить только об этом ситуации плюс все говорить будут ну да ну да ну да и надо еще об олигархах принять если они так против него борются все информационно они сыграли в точку если бы они еще это сделали грамотно ну могли бы еще рассчитывать на какие-то репрессивные факторы а так ну по крайней мере от они отвели внимание от всех самых неприятных для себя вещей хотел поделиться результатами голосования перед записью мы спрашивали у наших зрителей значит стреляли в шефира и три варианта как они считают каковы причины бизнес разборки это 13 процентов это верит наших зрителей стреляли из-за закона об олигархах это версия офиса президента три процента всего лишь и 84 процента наших зрителей считают что отводят наше внимание от вагнеровцев ну вот я где-то солидаризируюсь с вашими зрителями только единственное что я считаю что в таких случаях как право бывает множественность мотивов то есть я думаю что и могли пугать шефира могли думать как раскрутить какой-то механизм и жесткость жестких каких-либо действий репрессивных и могли думать каким образом действительно отвести внимание от болезненных тем так что это все сыграло в одну точку это чисто пропагандивная штука которая не связана ни с каким терактом которого судя по всему вообще не было разумкова поставили на завтра вот этот законопроект об олигархах во втором чтении и это разумков отступает назад перед возможностью своей отставки но мне кажется что разумков повторяет то чтобы уже год назад на самом деле нет ничего нового ситуация с разумковым она очень неоднозначна но на самом деле разумков ведь плотят крови крови от крови вот этой команды он ее вел он был первым номером он был лицом этой команды там не было ведь лиц там были ведь только рожи но вспомните стефанчука вспомните венедиктовую люди которые провалили минимальный балл не набрали минимального балла по компетентности для занятий поста судьи минимального балла это уровень даже не выпускника где-то 3 4 курса юридического вуза они там статусами кандидатов или докторов наук этого не знали то есть люди никчемные абсолютно вся команда были люди очень странные очень примитивные и разумков среди них выглядит лицом он был более известный кроме зеленского там и доктора комаровского там больше никого и не знали кроме разумкова все и он сыграл довольно серьезную ключевую роль более того он даже создал определенную идеологическую базу этой партии партии это назвать трудно но этой команды она ну к всем демократическим всем национальным к всем патриотическим направлениям эта база звучала так какая разница но если какая разница то можно как бы так нет давайте все-таки в направлении совка идеология вот они сейчас заявляют подряд заявляет что они их идеологические расходства расхождение какая идеология может быть услуг я до сих пор не могу понять у них нет у них как флюгер выгодно сегодня это мы сюда фокус грубый показали что нужно патриотами быть мы сегодня сюда на первом этапе действительно это идеология была сформирована такая немножко подсовкова подсоветская комсомольская была сформирована разумковым сейчас у них как бы идеологии нет а разумков как бы и не очень против того что делают сегодня слуги но как бы держится в этом тренде но он он не хочет двух вещей первое он не хочет после окончания своей каденции ухода с власти сесть в тюрьму он старается не делать преступления и делать жестких нарушений которые тянут за собой ответственность и другой момент но он не хочет чтобы в него вытирали ноги зачем ему это нужно он чувствует себя с определенным уровнем достоинства вот он по по идеологическим первым определенным мировоззрением не очень-то далек от бывшего руководителя председателя верховного совета ткаченко александра был такой ну коммунист тот которых двухтысячном году был снят с поста вот тогда она говорили что это был чуть ли не парламентский переворот и он тогда говорю эту фразу я не первый я не первый а войны вторые украинские державе не первый но и не второй и разумков тоже себя так считает я не первый да но я не 2 я выше шмыгаля я выше любых ермаков да я сразу за президентом все . а ермак ермак проводит зачистку римах почистил полностью все окружение зеленского помните был такой пристайка был очень хорош очень свой но пристайка знал что у его на него на работу зеленский он служит зеленскому все . он работал только на него и ермаку вообще-то объяснял а ты кто парень ты всего-навсего внешне политический советник и никто больше ты далеко подо мной и пристайка ермак только дорвался к власти сразу забрал а поставил его место послушнейшего абсолютного лизоблюда кулеву который ну ни шага не сделает даже ручкой не махнет пока ему ермак не скажет что он должен делать вот таким самым образом подходили понемножку приближаясь к верховной ради ну верховной ради как бы все чувствовали себя немножко отдельно разумков вообще отдельно и какой тут ермак да он выполнял решение консолидированные которые приходили с банковой и как бы зеленский был не против вот такой как бы независимости разумкова у них не было конфликта но год назад от зеленского захотели что-то излишне уже не помню о каких законопроектах шо разумкова это заблокировал а тогда шла речь о очень быстром рассмотрении некоторых вопросов которые зеленский хотел разумков заблокировал в это время он сам протянул демонстративно и собрал голососух на законопроект который очень не нравился зеленскому это об увеличении влияния верховной рады на исполнительную ветвь власти я тогда помню хорошо какая отравля началась я ведь люблю просматривать иногда фейсбук страницу у разумкова там где комментарии обычно у него там сколько 70 80 я вас люблю вы прекрасен вы самые лучшие вы самые умные вы самые хорошие и все прочее такое а тут вдруг 700 800 1000 полторы тысячи дальше и все только проклятие ты забыл из-за какого дерьма тебя сделал зеленский ты в это дерьмо вернешься мы тебе этого дают отправим все прочее прочее но после этого некоторое время разумков нашел очень быстро общий язык он помирился зеленским он зафиксировал непределенную уровень своей независимости не от зеленского от ермака это его своры и как бы снова все стало хорошо больше чем полгода продолжалось и ермак не находил способа как сковырнуть разумкова потому что зеленский как бы к нему немножко благоволил ну началось оно все весной этого года когда у зеленского появился кукловод новый это даниилов совбезе как бы даниилов там я понимаю с ермаком нашли общий язык хотя и не всегда но нашли но даниил начал доверить зеленскому инфантильному мальчику игрушки который ему очень нравится решение совбеза в обход конституции нарушая все законы но быстрее решение быстрый результат который нравится людям сразу куча наших глупых патриотов начали кричать ура каналы закрыли а ваш порох не мог против медведчука и козака санкции а ваш порох не мог это зеленскому неимоверно понравилось а разумков первый тогда сказал ну слушайте хорошо все правильно они плохие наверное а почему незаконно это делать а давайте по закону правильно сказал кстати медведчук мерзавец но но это что было сделано это абсолютно антизаконно и мы на сегодняшний день видим что даже те обвинения которые сегодня расследует прокуратура против медведчука они не касаются того единственного пункта по которому совбез может вести санкции против украинского гражданина это участие в террористической деятельности у медведчука в уголовном деле нет терроризма нет там есть другие дела там терроризма нет то есть на самом деле это правда это все было стопроцентно антизаконно хотя наверное справедливо но антизаконно разумков тогда отказался не проголосовал и началась определенные факторы уже напряжения давления но это все как бы было не не слишком критично и тут я понимаю что ермак который затаил обиду все-таки добился своего для ермака вот это машинка красная красивая машинка которая говорит губу 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 которая так порвалась понравилось зеленскому это законов против олигархов который ему предложил данил для ермака это было полнейшая башу не такой дурак он понимает что это полнейшая глупость которая нас рассорить цивилизованным миром которая может привести к санкциям совета европы против украины кучи других вещей за которые в конечном итоге ему тоже придется отвечать но тут он ухватился он понял что ряд людей в том числе и разумков жестко выступят против этого закона возможно в будущем когда удастся одолеть фактор разумкова и будут негативные решения венецианская комиссия возможно они потом как-то и заблокирует этот закон потому что он им никому не нужен он ничего не дает я предполагаю что если зеленский мечтает по своей глупости и инфантильности что этим законом он придавит олигархов то ермак думал только под одно я этим законом смогу ограничить влияние разумкова и от него избавиться каким образом он понимал что разумков выступит против он знал об этом разумков выполнил то что он должен выполнить по регламенту к нему обратились фракции и к нему обратилась амбудсмен и он должен послать это на венецианку он посылал все то что он не хотел поддерживать глупую инициативу которую ему самому придется подписать пережить тем как передать зеленскому на подпись да это очевидно я думаю что ермак это просчитал и потому он ухватился за эту глупость и блажь которую подпит подготовил данилов для зеленского зеленский кричит я хочу машинку но ермак увидел то что написал сначала данил это было абсолютно неприемлемо за это ну бить и начали бы бить по рукам спонсоры к тому же ахметов и другие очевидно возразили сказали ребята вы что рехнулись мы вас кормим а вы нам такую гадость пишите нет это не пройдет и сразу же закон почистили оттуда выбросили все что хоть как-то может мешать олигархам там только остались имиджевые вещи на первое чтобы просто понимали ахметов согласно этому закону не олигарх пинчук наверное олигарх коломойский ну можно написать а можно и не написать и фирташ точно не олигарх аграрные там веревский там другие там бахматюк они стопроцентно не олигархи согласно этому закону но зеленский то этого не понимает и он начал ботать ножками и кричать что он хочет этот закон и когда разумком начал это останавливать ермак понял вот этот мой золотой шанс и зашел соответственным вариантом доноса к зеленскому после чего решение уже было принято зеленский не терпит чтобы его игрушки любимые у него отбирали вот я иногда прохожу не не сравнительно недалеко от меня в соседнем квартале есть там такая одна семейка адамсов иногда вижу там ребенок играется абсолютно с баваншиной мерзавец такой я представляю каким бандитом эта дрянь вырастет когда-то и с мамочкой которая во всем потакает и он кричать не начинает при мне это было я хочу эту машинку я хочу эту машинку который игрался какой-то другой мальчик и мамочка полезу отбирать эту машинку потому что ее ребенок и и чадо начали на это биться в истерике биться головой об скамейки вера и орать на весь двор ну там папаша того ребенка появился началась нам склока драка все прочее я дальше уже ушел не захотел за этим смотреть так вот то же самое произошло в офисе президента именно это ребенок с баваншиной критит я хочу эту машинку я хочу закон об олигархах я хочу их держать в узде чтобы они все мне служили как там было старуха старику казала в каске пушкина я хочу быть там не не бояры не а царицей там белоручкой которой золотая рыбка будет служить ну золотая рыбка посмотреть посмотреть может сказать что не очень захочется жить но возвращаемся к этому и когда против разумкова началась вот эта атака ее теперь уже освозглавив зеленский нужно понимать специфику верховной рады да стороной руководить не зеленский зеленский этого не понимает не знает у него румана это не хватает у него и желание этим заниматься нет руководит ермак но верховная рада это все-таки немножко другая парафия если правительство поняла кто хозяин если министр иностранных дел понял что хозяин вы видели вот эту мерзостную картинку когда верховно когда волон сидит зеленский где он должен сидеть все правильно рядом с ним должен сидеть министр иностранных дел министр сидит сзади а рядом сидит заведующий канцеляр и ермак вице-президент канцлер он себя так считает но верховной ради это не действует верховной ради депутаты голосуют когда им скажет зеленский зеленский для них является официальным распорядителем общака все он их кормит и ермаку нужно было добиться чтобы было решение зеленского убрать разумкова и он вот на этом законе он это отыграл может ли это все отвертнуться назад ну я вижу одно разумков уже включил заднюю передачу он немножко отбился от ермака он своевременно лег на больничный но не вроде говорили что это политическое заболевание так посмотрел на него и сейчас в интервью и когда он согласительный совет в него вел ну выглядит что он действительно более там эти пятна под глазами прочее то есть видно что его врачи подтягивали состояние когда он сможет пару часов онлайн поработать но в любом случае до середины октября он вряд ли выйдет на работу официально а уволить его ну знаете у нас как-то закон запрещает увольнять во время больничного простых людей запросто с нарушением закона у нас закон как бы писан только для богатых тогда им выгодно и нужно для простых людей нет закона есть только требования к таким но тут верховная рада это высший орган и тут как бы это не обойдешь а за это время но разумков нормально поработает я думаю что он уже убеждает зеленского что он ему не враг и не враг его хотелка вы видели начале сентября появилась на сайте не начале середине сентября появилась на сайте верховной рады в рубрике официальная в топ новостях то есть она постоянно поднимается наверху висит обыкновенный комментарий разумкова о том что можно спокойно и без решения венцианской комиссии принять этот закон как бы он дал задний ход из кого то я должен был отправить и отправил а какое вам дело вы принимаете я вам не мешаю я вообще лег на больничный вот принимайте сейчас этот закон протягивайте как хотите но это как бы посыл для зеленского он пока что не сработал пока что ермак держит нападение но у разумкова несколько недель еще форы разумкова связывают с ахметовым правда не правда бог его знает разумков очень тесно связан с тегибко тегибко иногда консультирует зеленую команду и зеленского лично тегибко вот скажем озебную проводил правительство ему самому предлагали стать вице-премьером в этом правительстве которые потом шмыгаль возглавил и прочее прочее как бы есть кому заступиться за разумкова я думаю что зеленскому пойдут ходоки которые попробуют ему объяснить что лучше не искать себе врагов а создавать друзей но с другой стороны будет ермак работать то есть на сегодня я оцениваю вероятность отставки разумкова 50 на 50 я не могу сказать с уверенностью что его отставят если бы он не лег больнину и не слег с к видом то я уверен на этой неделе он уже не был бы спикером но я вижу что у зеленского тоже решили готовиться к этому факту потому я думаю что отставка его совсем не такая обязательная должна быть они застраховались есть такой пост кстати предвиден в конституции в отличие от руководителя офиса президента его конституции нет а руководитель аппарата верховной рады в конституции упоминается так вот руководитель аппарата верховной рады может быть назначен только после по представлению спикера спикера исключили из этого процесса и вот сейчас вы решили назначить руководителя аппарата со стороны верховной рады за подсказкой из офиса президента что это значит это значит что человек который контролирует каждую копейку который распоряжается спикер каждый его выход к прессе каждое информационное сообщение то есть то что ермак сделал зеленским то же самое человек ермака будет делать с разумковым верховной радио он не сможет вряд ли сможет это как-то войти то есть на самом деле я думаю что у зеленского готовится и к тому случае что им ну придется отступить что разумкова не буду снимать разумкова в это время для себя находит где-то немножко больше поддержки в оппозиции он решил так у меня есть свои люди сухах но суром платят зарплату ну доплату вот это 20 30 50 так называемая программа для сук это тысяч долларов и они понятна про усуют так как скажут но если им скажут не голосовать тогда я свою группу услуг сохраняем а лучше мне иметь и группу поддержки если нужно будет что-то сыграть на повышение на понижение лучше мне с оппозиции найти общий язык и вот скажем сейчас только что перед тем как мы начали записываться разумков давал эксклюзивное интервью для пятого канала он там не сказал ни одного слова против зеленского ни одного он ни одного слова не сказал против ермака ни одного он даже тезис о том что депутатам предлагает 100 тысяч долларов за голос за его снятие с поста уже выкрутил так что она звучала уже не так однозначно как прозвучало во время согласительного совета где он об этом говорил ну почти как достоверном факте а сейчас уже полностью сошел сухи 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 но сам факт что сухие идут это нехорошо тому я попросил чтобы был аргументированный ответ антикоррупционных органов что эти сухи лживы то есть он уже дал задний ход и мне кажется у зеленского тоже готовится к заднему ходу но в любом случае сам факт что верховная рада после этого инцидента не станет стопроцентно под контролем ермака на мой взгляд это будет неплохо потому что если его все-таки снимут будет назначен очевидно что стефанчук но он стефанчук мало того что человек абсолютно неграмотный вы помните инцидент когда еще спикер порубей первые решения там изменения к закону там о выборах прочие хотели протянуть от зеленского и они принесли законопроект который написал стефанчук но его группа его под его руководством но тогда порубей просто высмеивал его на всю украину показал что это писал человек который не просто юридический ноль но еще не грамотный чисто по грамматике то есть человек который ну не выше уровня третьего четвертого класса средней школы по образу уровню образования то есть этот человек который безграмотный который был никем и ничем вдруг может получить величайшую власть и он будет очень хорошо знать кто хозяин вот тогда украине будет все намного хуже потому что тогда вот эти игры разумкова мы не будем нарушать регламент мы не будем нарушать закон мы не будем переступать через конституцию они тогда закончатся стефанчук исполнит все что ему скажут скажут принять закон о том что там скажем всех там голубоглазых блондинам нужно расстрелять потому что они там представляют угрозу обществу примут этот закон там вопросов не будет а сейчас пока что не у которой небольшой фильтр есть но только переоценивать разумкова и переоценивать этот фильтр я бы никому не советовал это все-таки человек адаптированный из команды зеленского просто он не хочет адаптироваться в команду ермака вот и вся разница а зеленским у него проблем нет бурба вагнеровцы это действительно вот команда зеленского зеленая команда так боится да что пришлось остановить заседание комиссии когда начал давать показания бурба знаете у нас тема вагнерцев как бы в украине очень сильно прозвучало мы же привыкли ко всему треш на треша заквар зашквар на заквали преступление на преступлении но рано или поздно отвечает перейдется и для команды зеленского ну как бы выгодно чтобы в этом меньше говорили тогда может быть забудется вот это знаете как девушка на 7 месяце беременности все думает а может сама рассосется как-то вот это где-то зеленском с его зашкварами там уже начинает понимать что они натворили преступление это стать очень страшно потому что они начинают понимать что уйти с поста президента ему нельзя и даже если сам зеленский рассчитывает что у него уже там мамане отложена в центральном банке амана до миллиарда долларов а так по некоторым предположением уже может быть но может быть меньше может я немножко превышаю эту сумму но для этого есть все предположения но не зря летал на встречу с ним руководитель центробанка амана в катар прилетал специально когда между этими странами разорваны дипломатическое отношение вообще никаких контактов один самолет вдруг приземлился меньше с тем если у зеленского есть какие-то гарантии для себя на будущее если успеет убежать со страны то у его окружения таких гарантий нет но может ермак сможет уехать в россию может шефир сможет уехать в россию но еще кто-то где-то может бежать а остальным придется отвечать до ермаку тоже наверное очень нужен будет русским после всего так что они его будут тоже толкать на то чтобы никогда не уйти с этого поста и дело вагнеровцев это одно из тех дел по которых нет срока давности там государственная измена там предательство и за это отвечать придется в любое время и потому они реально его боятся они сначала пробовали сказать что этого не было не получилось стало известно что это было тогда они начали лгать что это была какая-то наша внутренняя операция там одни говорили потом другое говорили что это было нам навязаны из вне операции что было невыгодное но они заврались они наговорили очень много чуши и параллельно оппозиция требовала открытие специальной следственной временной следственной комиссии они отказывались отказывались почти год а потом как бы сдались и сделали все наоборот они создали свою комиссию которую возглавила безуглая это знаете плють в глаза она скажет что божья роса там безнадежный абсолютно вред а заместителем стал представителя пзж прокурорский и ренат кузьми но человек тоже не слишком хорошей репутации и кроме сколько там где восьми сук или девяти в эту комиссию вошли еще два представителя это девять сук и два представителя от двух групп от фракций больше не было оппозиционных только двух групп это один от замайбах коломойского один от группы довера альга аграрных олигархов так вот эта комиссия сразу взялась решать вопросы не по вагнергейту они хотели просто отказаться от этой темы как бы мы комиссию создали комиссия когда-то займется сейчас нет а мы займемся порошенко разговора медведчука и лава из дебальцева но приближался американский визит стало понятно что тема взорвется затем придется отвечать дальше всплыли вопросы беленкета очень жестко всплыли они решили перехватить инициативу своей комиссии которая была создана не под эту тему они поставили первым пунктом вот именно вагнергейт не вагнергейт а была ли операция по вагнеровцам вот этот вопрос то есть было ли предательство было ли слита операция вообще не должно было быть рассмотрено они взялись на этой комиссии что-то сострепать найти дело ведь только в том что для россии проблема вангеровцев не является скандальной она для них на вообще рекламная они всюду когда говорят россия лезет там иностранные там другие страны россия убивает россия там бомбит они всегда отвечают а мы не причем это частные инициативы это какая-то там частная армия мы тут не причем они ведь не скрывают что этот вагнер убивал людей в центральной африканской республике они скрывают того что вагнеровцы стреляют в ливии они скрывают того что они в венесуэле и в кого на колумбийскую территорию врываются они скрывают их участие в сирии и для россии нет нужды скрывать что могла быть и такая операция и россия решила в этой случае именно дать пощучину зеленскому когда вот это то на чем очень там подалеке кричали ай-яй-яй смотрите вот россия поддержала там си н.н. ну знаете россия си н.н. не поддержала россия решила использовать эту тему использовал умело ренат кузьмин но там где ренат кузьмин там российские интересы и ряд кузьмин решил что россия не хочет спасать потопающего зеленского и он занял позицию а я не буду отбеливать зеленского в этом деле я заместитель руководителя комиссии и я буду на этой комиссии раскрывать все потому что это не было выгодно они ведь не по преступлениях вагнеровцам на комиссии должны были говорить а должны были о том что украинская власть слила операцию россия это ничем не грозило вообще просто вообще ничем и когда кузьмин полез в бутылку его начали давить и щемить вот этим вопросом доступом государственной тайне у него давным-давно много лет там уже больше десяти или двадцати лет есть доступ государственной там не высшего уровня но его начали основана это давить и дали ему понять что ему не дадут возможность в комиссии проводить свою позицию он тогда отказался принимать участие в этом всем деле так с та же самая история с двумя представителями депутатских групп и случилось так что к теме вагнера подошли только слуги вот восемь слуг или семь восемь слуг они только единственные заседали по этому поводу у них было решение все тихонько провести за один день выставить безумную которая с бумажек зачитает что спецоперации не было какой-то опрос там опрашивание документирование было там до операция какая-то было на ее как бы не было и порошенко ничего не мог там и организовать и ничего не мог санкционировать поскольку санкционировать мог только зеленский а он не санкционировал и все и вот эту блажь она должна была зачитать и на этом все должно было закончиться но произошло две вещи первые безуглая все-таки глупо и на глупо настолько что она не смогла просто отчитать с бумажек необходимый материал там просто видно было она перепутал эти бумажки она нервировалась она читала читать одно тут другую и в нее попадает что-то не по порядке нумерацию не проставили но она не зачитала правильно и прошел провал всем стало ясно что она скрывает правду ее начали и начали задавать вопросы она не смогли на один вопрос ответить она потом убежала и после этого еще второй момент появился а представители оппозиции а среди них военные фракции европейская солидарность а среди них один серьезный сбушник костенко фракции голос они взяли и привели комиссии и заставили комиссию принять сведения от украинских разведчиков главного управления разведки которые реально принимали участие в этой операции и без уго и пришлось провести второе заседание выйти на второй брифинг и признать что у нее были разведчики надо на опросе которые не поддержали ее версия доказывали что она не права а у них совсем другое видение она говорю но они же не правы они-то ошиблись они-то проиграли это проваленная операция это плохая операция все единстве и все и на этом все должно было кончиться они должны были провести только окончательные заседания и на нем просто вынеси определенный вердикт что все тема решена и вот это и выводы опубликовать в части из этих выводов которые она объявляла но тут произошло самые худшие они ведь все это делали в то время когда бывший руководитель украинской разведки василий бурба прибывал за рубежом у него там какая-то проблема у него ребенок болен и он на этом отправлял ребенка больницу ложил где-то за рубежом и они знали они спешили пока он не вернется не знали что он не сможет вернуться ближайших несколько дней потому она так осторожно говорил что мы приглашали следственная комиссия согласно новому закону не приглашает она вызывает и не имеет права гражданин не явиться на заседание комиссии единственный гражданин который может не явиться на заседание комиссии безнаказанно это президент страны это правда но для него если он прав бы лучше было объявиться вот порошенко янукович являлись на кучма являлись на заседании депутатских комиссий когда даже закона соответствующего не было а она а он как бы боится и все но бурбу они могли вызвать жесткой повесткой она говорит мы его пригласили, но мы прислали ему на его домашний адрес, на какой-то еще адрес. Он не отзывается. Она так надеялась, что все сойдет. А Бурбу оповестили об этом, что у него это было сказано. Он где-то там оставил жеременка на кого-то сродни и сам рванул в Украину и явился на соседание комиссии. Тут паника. Поскольку Бурба это главный свидетель. Его нельзя отказаться допрашивать. Он знает все об этой операции. Он знает, что это была спецоперация. Кем она была санкционирована. Когда еще там в восемнадцатом году. Какой способ она развивалась. Все детали он знает. Они все сводились к нему. Он руководил операции. Не так, как она рассказывает. Там были разные элементы. Что-то СБУ делали. Что-то разведка делала. Никто про кого-то другого не знал. Бурба знал о всем. И им придется его допрашивать. Первый день, когда они узнали, что он сидит там в приемной, началась паника. Они закрылись. Они думали, что делать. Думали, может быть уйдет. Не уйдет. Ждет. Ждет. Тогда ну а тогда произошло то, что я когда-то не забуду. Помню в провинциальном районной гостиничке грязной, задрыпанной я вхожу в комнату, включаю свет. И тут дружь. Вижу что-то зашелестело. Уйма тараканов разбегается от света по каким-то углам. То же самое и произошло с сосугами. У кого-то живот скрутило. У кого-то насморк. У кого-то температура поднялась. И сразу кворум исчез. Кворум исчез. Было как бы 8 человек. А для кворума нужно минимум 6. Ну осталось там то ли 4, только и сколько. Все разбежались и сразу без угла и с таким удовольствием. Ой, у нас кворума нет. Мы закрываем заседание комиссии. Думали, что уедет уедет назад. Поскольку у него действительно важное дело там за рубежом. Нет, не уехал. На следующий день, когда было объявлено вот это финальное заседание, Груба снова пришел. Пришлось его слушать. Более того, произошел худший момент. Депутаты оппозиции, которых отказались пускать на заседание, под видом, что там государственная тайна, все и другое. Они пришли спокойно. Они принесли доказательства и позицию, которую им подтвердил, насколько я знаю, аппарат Верховной Рады, что согласно Конституции, согласно закону о следственных комиссиях, согласно регламенту и всему прочему, закону о статусе депутата, они имеют право принимать участие на таких заседаниях. Депутаты уже заведомо имеют доступ к государственной тайне, поскольку и Конституция и закон предвидят, что они имеют доступ на все предприятия и доступ ко всей информации, независимо от режима, информационного режима этой информации. Единственное, они должны были подписать заявление о неразвошении, они подписали и сдать любую записывающую технику, там смартфоны, телефоны и все прочее. Они сдали. Их пришлось запустить. Сама безугая запустила. Потом она лгала. Лгала очень подло и примитивно, что они ворвали, что они что-то сорвали. Нет, она их пригласила. Если мы не сорвали, это заседание охраняли 20 человек, вооруженных до зубов, художники, управление государственной охраны, которые президента, Верховную Раду охраняют, и СБУшники с Альфы. Ну, сильнейший аппарат. Все в бронежилетах. И непрерывно все это снимали. Все время снимка депутатов, которые подошли. Если вы не что-то прорывались, во всех эфирах олигархических каналов мы уже увидели, как они прорываются. Вот они зашли. И Бурба начал давать сведения, которые ему задавали вопросы. Вопросы задавали исключительно об операции. Ну, как бы уже все пропало. Бурба, понятно, будет говорить правду. Все, что говорила Безуглая, оно все как бы нивелируется. Оно все равно выводом будет делать Безуглая со своими слугами, а не Бурба. То есть комиссия все равно напишет, что Бурба нам что-то сказал, но он был неправ. Вот так бы написали. Но Бурба подошел к последнему пункту и уже сам без вопроса начал. А после этого было заседание в офисе президента, где были присутствующие я и и тут Безуглая истерика. Она понимает, что вот за это ее убьют. Почему? Потому что главное для офиса не сам факт того, что было с операцией. Для них это не важно. Была операция, не было. Им главное, чтобы Безуглая написала, ну, ей написали, она озвучила заявление, что там все, что говорил Зеленский Ермак, что это все правда. Этого достаточно. Больше им ничего не нужно. Им нужно от этого отобраться. И главное, чтобы не было даже малейшего упоминания о том, что был слив информации. Они ведь все вели к этому. И когда Бруба должен был рассказать об этом заседании и в первую очередь назвать участников, после этого комиссия не может их не вызвать для свидетелей. Если он заявил, что они сделали преступление, что они участники, соучастники, не может Безуглая их не вызвать. Или в другом случае, ну, может, но тогда она сядет в тюрьму через пару лет. Это безнадежная ситуация. И они боялись, они понимали, что на этом все закончится. Придется вызывать и Ермака, и других. Только Зеленского не придется вызывать. Всех других придется. И она прерывает заседание на 10 минут, потом еще на 10, потом закрывает заседание, мол, мы не будем продолжать, мы там как бы с этого соскакиваем. Но Бруба никуда не делся, и он снова готов приходить на следующее заседание. И тут стреляют в Шефира. И как бы тема Вагнергейта для Украины исчезает. Он приходит в Верховную Радугу к Безуглой, он уже знает, где ее кабинет, она его тянула к себе, что-то там пробовала ему вбить в голову, что он не должен говорить об этом заседании, что они этого не расследуют. Он ей ответил, что его и не такие давили, и он на них не обратил внимания. Все другое, на этом все в них закончилось. И он снова приходит, а ему говорят, да какое заседание? У нас тут людей президента убивают, у нас терроризм в Украине. Какая там твоя светооперация? Все, комиссия сейчас ничем не занимается, у нас другие дела. Все, до свидания. Может, через месяц будет вызовем. Он уедет, наверное, все-таки заниматься ребенком, через неделю позже дождет и уедет. Тогда они тихонько, вообще не объявляли, соберут своих слуг, проведут тихо какое-то там подобие заседания, вынесут, утвердив, что операция то ли была, то ли не была, но ее точно никто не сливал, потому что не было, что сливать, не было кому сливать. И так все было уже слито, и там уже и россияне знали, это была вообще-то российская спецоперация и все прочее. Все это было аж напишут, которое звучало безуглое. А когда Бурба снова вернется, скажет, допросите меня, а чему же вы меня не вызвали? Ему ответят очень просто. А уже не по чем опрашивать, мы уже Дебальцева занимаемся, Иловайском. Мы уже Порошенко теперь рассуждаем. А при чем тут ты? А ты уже к этим отношения не имеешь. Все, до свидания. Вот это и сейчас и происходит по Венедиктовой, по Безуглой, по Бурбе, по Ермаку с Зеленским и по Шефиру, которого как бы очень вовремя обстреляли. Ну, очень вовремя. Спасибо огромное. Спасибо. Тарас Черновилл был на связи с Аннексией.нет. Подписывайтесь на фейсбук-страницы. Их две у Тараса Вячеславовича. Ссылки в описании. Также там ссылка есть на телеграм-канал. И подписывайтесь также на наш телеграм-канал Аннексия.нет. Одним словом. Спасибо за то, что смотрите нас, за то, что доверяете нам. Всем удачи и до встречи. Спасибо. Смотрите Аннексия.нет. Познавайте мир таким, каким он есть, а не каким он рисует всякие подалеки. А у меня, слава богу, приятная новость. Прошлый раз мы говорили о том, что меня заблокировали на фейсбук. Как ни странно, разблокировали. Я рад. Оказывается, что-то начинает меняться в лучшую сторону. Будем надеяться. Будем надеяться. Всем хорошего вечера. Спасибо большое.